Минпромторг поддержал проект, по которому торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Об этом сообщают известия. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению и имеет нужные сертификаты качества. В министерстве также отметили, что такой подход поддержит нуждающихся и спасет 1 миллион тонн продовольствия. Также эксперты сообщают, что в России каждый год утилизируется 17 миллионов тонн пищевых отходов, которые негативно влияют на окружающую среду. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий использовать материнский капитал на покупку машины. Из обязательных условий автомобиль должен быть новый и российского производства, иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского, и стоимостью не превышать 2 миллионов рублей. Автоэксперты полагают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. В России за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 1 мая этого года. Коллективный иммунитет в стране за неделю снизился сразу на 2%. Больше всего заболевших в Москве. На Ямале диагноз COVID подтвердился у 26 северян. Летальных случаев за последние сутки нет. Минстрой оценил уровень цифровизации регионов России по итогам 2021 года. В умный рейтинг попали и ямальские города. Ноябрьск в пятерке лидеров среди 94 претендентов с населением от 100 до 250 тысяч человек. Новый Уренгой по списку 24-й. А Салихард стал 11-м среди административных центров с населением до 100 тысяч человек. При составлении рейтинга оценивали 47 показателей по 10 направлениям.